Снежный циклон для коммунальных служб Рязани явление нередкое. Поэтому к его появлению дирекция благоустройства города была готова. Опасение вызвало разве что его продолжительность. Впрочем, все городские коммунальные службы в режиме повышенной готовности уже давно. Но уборку выдвинулись незамедлительно. Чистить улицы от снега ночью вышли более 20 комбинированных дорожных машин. Они подметают проезжую часть и обрабатывают ее противогололедной смесью. У нас сейчас идут усиленные смены. У нас работает порядка 20 единиц техники, которые делают и посыпку песко-соляной смесью реагентом. Идет подчистка, идет уборка, то есть идет цикличность постоянной обработки дорожного полотна, соответственно и уборка снега. Также запланирован в ночное время вывоз снега. Поэтому большая просьба не парковаться, потому что, чтобы облегчить работу нашим коммунальщикам, для того, чтобы мы быстро навели в городе порядок. На расчистку брошены все силы. Грейдеры, тракторы, бульдозеры. В общей сложности более 60 единиц спецтехники работали ночью. Коммунальщики вывезли порядка 2500 кубометров снега. А на обработку дорог использовали более 40 кубометров песко-соляной смеси и 10 тонн реагентов. Работы продолжаются и днем. Особое внимание участкам, по которым проходит больше всего обращений от жителей города. Мы ведем постоянный мониторинг таких обращений. У нас идут обращения через платформу обратной связи, идут обращения непосредственно на наш сайт, в диспетчерскую службу. Но, как правило, все проблемы возникают во дворовых территориях. Конечно, подрядная организация выходит чуть позже, чем дирекция благоустройства на какой-то период. Потому что есть определенные нормативы. Согласно этим нормативам, после выпадения осадков в течение 3-4 часов подрядная организация начинает убирать улицы. В ночное время уборка городских улиц будет продолжена. Поэтому коммунальщики обращаются к автолюбителям с просьбой не оставлять свои машины у обочины, а парковаться в специально отведенных местах, чтобы не мешать работе спецтехники. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».